Что французский актёр Жерар Депардье делает в Северной Корее? Почему Сирена Уильямс расплакалась от гнева прямо на корте? И сколько за неделю съедает самая большая австралийская семья? Обо всём этом прямо сейчас. Мультисоревнования в австрийском Линдсе. Чтобы победить, командам нужно быстрее остальных участников пройти четыре этапа. Это бег, прыжки с параплана, езда на велосипеде и гребля на байдарках. И всё это по горной местности. В состязании приняли участие более сотни команд со всего мира. А победила группа спортсменов из США. Всю дистанцию они преодолели почти за четыре часа. Неделя моды в Нью-Йорке. В третий день, показывав свою коллекцию, представил модный дом Бадглэй Мишка. Дизайнеры создали платье в пастельных тонах и с цветочными орнаментами. Модели дефилировали вдоль весенних деревьев. В этом году модный дом празднует 30-летие. А через месяц планируют выпуск собственного парфюма. Индеец Новин Кумар расколол лбом 217 орехов. И всё за одну минуту. Этого хватило, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса. Лоб Новина после проделанной работы остался невредим, если не считать покраснений. Предыдущий рекорд по раскалыванию орехов лбом принадлежит пакистанцу. За минуту он успел растращить 155 штук. Страсти на теннисном корте. Американская спортсменка Сирена Уильямс поругалась с судьей в финале открытого чемпионата США по теннису. Во время игры тот сделал ей замечание после подсказок тренера. От злости Сирена сломала ракетку и получила штрафное очко. Затем назвала судью лжецом и попросила извиниться. Тот за оскорбление присвоил победу в гейме её сопернице, японке Наоми Асаки. Спор судьи Сирены Уильямс сопровождался свистом публики, а победительница Наоми Асаки сказала, что сожалеет о таком исходе турнира. Без ракет, но с французскими кинозвездами. В столице Северной Кореи состоялся парад к 70-й годовщине основания страны. А лидер КНДР Ким Чин Ын, в отличие от прошлых парадов, не выступил с речью. Среди прибывших в страну делегаций представители Китая, Кубы и Сальвадора. На парад приехал и французский актёр Жерар Депардье. В центре Пхеньяна маршировали десятки тысяч солдат. Присутствующим демонстрировали наземную и авиатехнику КНДР. А закончился парад танцами. Самая большая в Австралии семья показала, сколько тратит за один поход в магазин. Сумма заоблачная – 620 долларов, чтобы питаться одну неделю. У Дженни и Рея Боннел 16 детей. За один ужин семья съедает 170 сосисок и 8 упаковок куриной грудки. На десерт пара купила 8 литров мороженого, пончики и печенье, а еще 18 литров молока, упаковки овощей, фруктов и грибов.